Приветствую всех на канале Авто и не только Ру, я Леонид Кузнецов и сегодня предлагаю вашему вниманию четвертую часть долгоиграющего слайд-шоу про историю механизации лесозаготовок в СССР. Прежде всего хочу принести свои извинения всем, кто ждал эту серию слишком долго, но к сожалению по независимым от меня причинам не получилось закончить ее вовремя в сентябре, ну а потом текучка, сначала осенние дела, потом предновогодние, ну и получилось так, что свободное время для того, чтобы окончательно собрать эту часть в единое целое, появилось только вот сейчас, к концу февраля. Вот перед вами четвертая часть, ее тема, третья пятилетка и годы Великой Отечественной войны. Третья пятилетка началась в 1938 году, формально должна была закончиться в 42-м, но из-за войны закончена так и не была. И поэтому я решил сюда объединить еще и военный период, потому что военные годы в плане механизации на лесозаготовках произошло не так много событий, и выделять их в отдельный ролик нет никакого смысла. Поэтому сегодня мы сначала посмотрим, до какого уровня механизация лесозаготовок дошла в предвоенные годы, а потом взглянем на то, какие коррективы в эту механизацию внесла война. И как всегда начинаем с небольшой политинформации. Поехали! К году начала третьей пятилетки всем было ясно, что большая война начнется не сегодня-завтра, потому что костер этой войны разгорался все ярче и ярче с каждым месяцем. В 1938 году в Европе продолжалась гражданская война в Испании, а на Дальнем Востоке случился советско-японский вооруженный конфликт у озера Хасан. В 1939 году война в Испании в апреле закончилась, а уже в сентябре немецкие войска вторглись в Польшу и фактически началась война Вторая мировая. Но нас это пока не особо затронуло, потому что немцы решили сначала разобраться с Европой. Однако наши военные без дела тоже не сидели. С мая по сентябрь мы воевали на реке Холхенгол, а с ноября 1939 до марта 1940 в Финляндии. Естественно, в таких условиях основной потенциал страны был сосредоточен на выпуске вооружения и создании новых образцов военной техники. Но и о других отраслях в то же время забывать было нельзя, потому что для войны нужны не только танки и винтовки. И, кстати, лес был таким же стратегическим сырьем, как сталь или нефть. В военном деле он применялся очень широко. Из него делали много всяких нужных вещей. От деревянных ящиков для снарядов до дельта-древесины для самолетов. И плюс лесохимия давала различные продукты, необходимые в военном деле. Поэтому повышение эффективности лесозаготовок за счет механизации было задачей не менее важной, чем увеличение выпуска танков и самолетов. Ну а теперь переходим к основной части сегодняшнего разговора, непосредственно к механизации. И начинаем с базовых машин. Новых автомобилей в третьей пятилетке не появилось. Ну, разве что в Горьком в 38-м модернизировали полуторку, подняли мощность двигателя. И новая машина получила индекс ГАЗ-ММ. А в Москве продолжили выпуск классического ЗИС-5. Новых локомотивов в узкой колее тоже не появилось. Завод в Калуге наращивал выпуск мотовозов МУК-2 и МУС-4. И там же строили паровозы серии 159. А в Одессе продолжали в небольших количествах делать мотовозы с двигателем ЧТЗ. А вот у трактористов дела шли повеселее. Практически в канун третьей пятилетки, в середине лета 1937 года, стартовало производство новых моделей. В Челябинске это был дизельный С-65. Он пришел на смену Леграиновому С-60. А в Сталинграде и Харькове вместо колесного СХТЗ-1530 на конвейер поставили первый гусеничный трактор полностью советской конструкции СХТЗ-на-Ти. Он был не таким мощным, как Сталинец, 52 лошадиные силы, зато оказалось легче и маневрение Челябинского собрата. И СХТЗ-на-Ти и его газогенераторного собрата Т2Г сразу же отправили на лесозаготовки. И в ряде случаев они оказались эффективнее С-65, особенно там, где мощность Сталинца была излишней. Но в то же время ходовая часть СХТЗ-на-Ти оказалась менее прочной. И это затрудняло его применение в первую очередь на отрелевке. Ну а где была главная, выражаясь современным языком, движуха, так это в создании и выпуске газогенераторных машин. Причем не только у нас, а по всему миру. На пороге новой мировой войны, когда главным потребителем бензина и мазута станет военная техника, все старались перевести как можно большее количество гражданского транспорта на твердое топливо. Дрова, уголь, торф, солому, ну, словом, на местный подножный корм. И СССР в этом плане был, если не абсолютным лидером, то уж точно не отставал от Германии, Франции или Италии. У нас основной упор сделали не на угольные, а на древесно-чурочные генераторы. И это вполне понятно, учитывая лесные запасы страны. Но если раньше газогенераторы проектировались талантливыми инженерами-одиночками и выпускались небольшими заводами, то теперь к их созданию подключились крупные институты вроде НАТИ, а выпускали на заводах, занятых производством базовых машин. Завод имени Сталина свой первый газген ЗИС-13 запустил в серию еще в 1936 году. А в 1938 ему на смену пришел ЗИС-21 с более совершенным генератором на основе установки НАТИ Г-14. И впоследствии ЗИС-21 стал, наверное, самым массовым газогенераторным грузовиком на лесозаготовках. А генераторы ЗИС и 13-й и 21-й модели ставили и на московские грузовики, и на калужские мотовозы, и на речные буксиры, и даже на передвижные электростанции. Более того, комплекты деталей ЗИС-21 поступали в леспромхозы для переделки бензиновых ЗИС-5 в газогенераторные, и было даже издано практическое руководство с пошаговой фотоинструкцией, как правильно и быстро это сделать. В Горьком на базе Полуторки освоили выпуск машины ГАЗ-42. Изначально на ней стоял генератор НАТИ Г-14, но в ходе производства в его конструкцию постоянно вносили какие-то изменения, и установки последних выпусков заметно отличались от первых. И у ЗИС-21, и у ГАЗ-42 был один большой недостаток, затруднявший их работу на лесозаготовках. Это расположенные над рамой блоки очистителей газа. У бортового грузовика кузов их еще более-менее защищал, а вот у тягача с полуприцепом и коником они оказывались, что называется, в зоне риска, и часто повреждались бревенами при погрузке и разгрузке. Поэтому в хозяйствах, располагавших хорошим сварочным оборудованием, начали переставлять блоки очистителей вертикально, чтобы они не мешали работе. Естественно, работала эта схема только на ЗИС-21, и вот сейчас на экране вариант такой переделки лососинского мехлеспункта. Теперь давайте посмотрим на тракторные газогенераторы. В Харькове на базе СХТЗ НАТИ в 1938 году начали выпуск трактора СХТЗ Т2Г с газогенератором НАТИ-19. И одновременно в Челябинске освоили газогенераторную версию дизельного сталинца СГ-65 с генератором НАТИ-Г25. Обе эти машины были новыми, а для перевода на газ тракторов уже бывших в эксплуатации на заводах Треста Лесосудмашстрой к началу третьей пятилетки наладили выпуск газогенератора ЛС-1-3. Им заменяли устаревшие к тому времени генераторы Д-8 34-го года. В системе Нарком Леса к 38-му трудилось порядка 200 С60 с такими установками. И плюс ЛС-1-3 монтировали на обычные лиграиновые сталинцы, чтобы перевести их на дешевое местное топливо. А при небольших изменениях ЛС-1-3 можно было скрестить и с дизельным С-65. Кстати, сам ЧТЗ в феврале 41-го года закончил испытания и планировал начать выпуск собственных установок ЧГ-3 для переоборудования тракторов С-60. Их генератор был полностью взаимозаменяем с генератором трактора СГ-65. Но о дальнейшей судьбе этого проекта мне пока ничего не известно, но надеюсь, что в будущем удастся что-то по нему накопать. Широко внедрялись газогенераторы и на флоте. В конце второй пятилетки Костромской судомеханический завод Треста Лесосудмашстрой начал серийную постройку буксиров-газоходов КГ-4-15 по другому обозначению КГЧ ЛС-2 с двигателем С-60 и газогенератором ЛС-2 на древесных чурков. После прекращения выпуска тракторов и двигателей С-60 в 1939-м Костромичи освоили производство газоходов с новыми силовыми установками. Для буксиров КВ-15 ЛС-2Х с двигателем ХТЗД-2Г мощностью 45 л.с. на базе ЛС-2 сделали менее мощный генератор ЛС-2Х. А для челябинских дизелей МГ-17, опять же на основе ЛС-2, спроектировали генератор увеличенной мощности. И соответственно с таким двигателем освоили два типа буксиров ВК-15 МГ-17 и ГВК-16. Все три типа новых судов оборудовались насадками Корта. Эта разработка института лесосплава устанавливалась на грибной винт и увеличивала тягу и усилие газохода почти на 50%. С 1940 года такие насадки стали ставить на все новые буксиры. Плюс к навигации 40-го ими оснастили порядка 200 буксиров старой постройки. Кроме генераторов, работавших на мелких колотых чурках, большая работа велась по созданию установок, работающих на швырке, то есть на обычных дровяных поленьях длиной от 30 до 50 см. Такие установки были намного экономичнее чурочных, потому что не требовали сложного оборудования типа колунов и сушильных печей. И кубометр швырка стоил порядка 15 рублей, а куб чурок обходился почти в 30, то есть был почти в два раза дороже. Но одной из серьезных проблем при создании автотракторных швырковых установок были их размеры. Для швырка требовались более вместительные бункеры, соответственно монтаж таких генераторов на грузовик или трактор был затруднен. Отдельные опыты проводились. В частности комиссия Свердловского обл. НИТО ЛЕСА испытал в 1939 году С-60 с соушвырковым генератором инженера Кулябина, но большого успеха такие опыты не принесли. Зато в качестве судовых газогенераторы на швырке получили широкое распространение, потому что размеру судов давали возможность без проблем разместить крупногабаритную установку. А большой объем бункера позволял на двух моторных судах запитывать оба двигателя от одного генератора. Сначала под швырок пытались приспособить генераторы обычной схемы с цилиндрическим бункером и загрузкой связки поленев вертикально. По такой схеме были построены установки ЦНИУТ-3 и ЦНИУТ-4. А затем переключились на создание генераторов с широким прямоугольным бункером и горизонтальной загрузкой швырка. Первыми такими установками стали в 1937 году ЦНИУТ-5 Института водного транспорта и СВК-9 ЦНИУТ-1 лесосплава. В 1938 последовали ЦНИУТ-7 и ША-5. Но кроме размеров у швыркового генератора была еще одна проблема. Поленья в нем располагались намного плотнее, чем россыпь чурок. Соответственно, уменьшалась площадь газифицируемой древесины и ухудшалось качество газа. И более-менее решить эту проблему смогли только в 1939 году. И именно тогда появился первый пригодный для массового внедрения швырковый судовой газогенератор ША-6. Все генераторы, которые мы только что видели, работали на древесном топливе и с более-менее качественной древесиной, пусть даже дровяной. Но на лесных делянках оставалось еще множество отходов, которые нельзя было пустить даже на дрова, типа сучьев или вершинника. И отходы эти просто сжигали. В то время как они годились для получения топлива, древесного угля. Поэтому параллельно с дровяными разрабатывали и древесно-угольные генераторы, которые не требовали сложного топливного хозяйства, с колунами, пилами, сушилками. Потому что для получения древесного угля нужна была только печь достаточно простой конструкции для его выжига. И ЦНИМС проектировал даже переносной вариант такой печки. В 1938 году НАТИИ испытал две угольные газогенераторные установки. Г-21 для полуторки и Г-23 для СИС-5. Они были выпущены небольшой серией после окончания испытаний. Параллельно с автомобильными, институт разработал и тракторные древесно-угольные установки, Г-32 для СИС-60 и Г-34 для СИС-65. А еще в 1939 году московский автозавод выпустил партию грузовиков ЗИС-31 с древесно-угольным генератором собственной конструкции на базе установки НАТИИ Г-23. Но в целом древесно-угольные генераторы широкого распространения у нас не получили. Давайте теперь переместимся из заводских цехов на природу и посмотрим, как дела с механизацией обстояли непосредственно в лесу. Было там все не так радужно. И если проблему нехватки тяговых машин к началу третьей пятилетки страна решила и с механизацией вывозки дела шли более-менее хорошо, то вот с механизацией труда лесорубов на делянках ситуация была, мягко говоря, аховая. Главными орудиями лесорубов продолжали оставаться топоры и пилы. И несмотря на то, что наши заводы наладили массовый выпуск более производительных лучковых пил, пил-компис, топоров канадского типа, но все равно это был ручной инструмент, который требовал хорошей физической подготовки. Первые механические пилы с бензиновым двигателем начали появляться в Союзе в конце 20-х годов, а собственное мелкосерийное производство мы освоили в 1933-1934. И к началу третьей пятилетки из импортных бензиновых пил на наших делянках чаще всего попадались пилы Ринко, Штиль, ну и еще в небольших количествах встречались Дольмары и даже такая экзотика, как двухцилиндровая Эрко для крупномерного леса. Все эти пилы отличались большим весом от 40 до 46 килограммов, а Эрко вообще была 57, плюс каждая из них имела ряд недостатков, которые затрудняли их работу в наших родных холодах. Поэтому у нас упор сделали на собственную разработку МП-220, которая была по сути вариантом на тему лучших западных образцов и которую выпускали на заводе имени Дзержинского в Перми. Весила она тоже немало, 32 килограмма, но все равно это было на полпуда меньше самого легкого зарубежного конкурента. В 1938 году МП-220 модернизировали в первый раз, а буквально накануне войны, в апреле 41-го, провели глубокую модернизацию и приняли к производству пилу под индексом МП-180. По сути, это вот модернизированный МП-220. Еще была компактная, если так можно сказать, про пилу весом 20 килограммов ЦНИМЭ-3, работать которой мог один человек, но только на раскрижевке. И была еще одна бензопила ИМЗ, но по ней я нашел только изображение пильной цепи. Судя по косвенным уликам, это была копия бензопилы Ринку. Ну и не могу не сказать здесь пару слов о ленточной пиле Брунса. В Союзе ее выпускал Завод Красный Металист. Весила она порядка 70 килограммов и широко применялась деревообрабатывающими предприятиями на стационарных пилорамах. Привод мог быть и электрическим, и бензиновым. А в конце 30-х годов пилу Брунса попробовали использовать навалки тонких деревьев и обрезки сучьев. Как этой гирей можно было работать на делянке, и сколько для этого требовалось сил, я могу только догадываться. Но, скорее всего, процесс был очень увлекательным. Ну и плавно переходим к электрическим пилам. У нас первые их образцы, естественно, импортные, появились в 30-м году, а в 35-м был, значит, выпуск уже собственных конструкций. К началу третьей пятилетки из цепных электропил в Советском Союзе были Онежская ПЭП-3 и Конотопская ЭЦП Большевик завода Красный Металист. Еще были дисковая электропила ПЭП-Х и кольцевая электропила системы Харламова. Но работали они в основном на складах и деревообрабатывающих предприятиях, то есть там, где не было проблем с электроэнергией. А широкому внедрению электропил на делянках препятствовало отсутствие в лесу источников электроэнергии. И справляться эта ситуация как раз начала к началу третьей пятилетки, когда от проектов и штучных образцов передвижных электростанций наконец-то перешли к их более-менее массовому выпуску. Были совсем маленькие электростанции мощностью от 3 до 7 кВт. Их использовали, как правило, для освещения складов и рабочих площадок. А были электростанции покрупнее типа прицепных ЖС-19 и ПЭСЛ-2 мощностью 19 и 20 кВт соответственно. Еще были самоходные электростанции например ЭСТ-1 мощностью 24 кВт на тракторе СТЗ-15-30 и АЭС-3 на базе грузовика ЗИС-5. Обе они с приводом генератора от двигателя шасси. Но мощности порядка 20 кВт хватало только для 2-3 электропил и освещения делянки. В лучшем случае. Поэтому в 1938-1939 годах Онежский завод выпустил большую серию 40 кВт электростанций на базе тракторов Сталинец с газогенераторной установкой ЛС-1-3 на древесных чурках и партию аналогичных электростанций на тракторах с угольным генератором инженера Беглецова. Но на практике эти электростанции оказались нерентабельными. Потому что трактор это в первую очередь машина транспортная, а электростанции передвигаются очень мало. И по факту кроме двигателя все сложные механизмы трансмиссии и ходовой части большую часть времени бездействуют. И при этом тракторная электростанция весит 12 тонн и стоит 50 тысяч рублей. И использовать такую установку только наполовину было слишком расточительно. Исходя из этих соображений Лесосудмашстрой прекратил выпуск станций на тракторах Сталинец и переключился на их аналоги на шасси прицепов. Ну, например, таких, как 40-киловаттная электростанция ГАЗ-40 на двухосном прицепе с газогенераторным двигателем от трактора СГ-65. В принципе, можно было смонтировать и 100, и 150-киловаттную установку в кузове узкоколейного вагона, но тогда пришлось бы тянуть к делянкам ветку узкоколейки, а это было очень дорого. Хотя там, где пути уже были проложены, вагоны электростанции начали появляться уже в конце 30-х годов. Опять же, там, где была возможность, проблему электрификации делянок решали путем постройки временных линий от стационарных электростанций. Через повышающий трансформатор энергия передавалась вглубь лесного массива по высоковольтной линии, а дальше на делянках потребители получали ее через передвижные понижающие подстанции. Так, например, поступили в Лисинском леспромхозе Ленинградской области, где на деревообрабатывающем заводе уже была своя электростанция с приводом от стационарной паровой машины и, как видно из схемы, энергии хватало для трех пил, двух дереков и одного прожектора. И, плюс ко всему, она шла и на освещение заводского поселка. Ну вот, с валкой и раскрыжовкой вроде бы разобрались, теперь давайте посмотрим, как обстояли дела со следующей стадии, то есть с трелевкой и подвозкой. Несмотря на успехи механизации на отдельных участках, в большинстве хозяйств основным двигателем продолжала оставаться лошадь. По данным нарком леса, в 1939 году доля конной вывозки составила 60%, а на трелевке задействованность лошадок была еще выше. Естественно, работу лошадей старались улучшить, назывались такие улучшения рационализации, и вот с рационализацией конной трелевки я и начну. В третьей пятилетке продолжилось повсеместное внедрение перецепных оглобель, причем и на трелевке и на вывозке. Конструкции замков к таким оглоблям существовали для всех типов конных саней, от дровней до СЛЗ-3, а использование перецепных оглобель позволяло работать одной лошади с несколькими комплектами саней без простоев под погрузкой и разгрузкой. Еще в связи с началом масштабных лесозаготовок в гористых и холмистых районах на трелевке появились сани типа Дрей. Использовать в горах и на холмах обычные сани неудобно, потому что при движении на спусках, которые могут достигать 20-25 градусов, груз сани под силой собственного веса может запросто съехать вперед и покалечить лошадь. Поэтому для трелевки в таких условиях в Советском Союзе в третьей пятилетке и начали применять сани Дрей. В основном их использовали для трелевки каратья. И простейшие сани Дрей это волокуши с вертикальными стойками, которые не дают связке бревен набегать вперед. Более сложные по конструкции сани Дрей это комбинации волокуши с санями юмпари или обычными конными санями. Смысл в том, что задний коник даже при движении под сильный уклон не оказывается выше переднего и его с бревен под действием силы тяжести никак не может сползти вперед на лошадь. К лошадкам мы еще вернемся на вывозки, а сейчас давайте посмотрим, что творилось в третьей пятилетке с трелевкой механизированной. Для трелевки волоком до войны принципиально ничего не придумали. Продолжали совершенствовать конструкции пенов. Кроме моделей в виде простых листов уже были сложные сооружения с поворотным коником или откидным дышлом. Там, где позволяли дорожные условия трелевали на тракторных подсанках конструкции Цнейме и плюс активно внедряли в практику трелевки чокера Бардена со скользящим оборудованием. Еще в конце тридцатых начале сороковых начали осваивать трелевку хлыстами. Таким образом переместив разделку хлыста на ассортимент из делянок на верхний склад. Но широкое внедрение трелевки хлыстами пошло уже после войны и подробный разговор о ней будет в следующей серии. Весьма неоднозначно обстояло дело с трелевкой арочными прицепами. С одной стороны техника вроде была перспективной и современной. Завод Металлист освоил серийный выпуск отечественных арочных прицепов причем самой последней модели с тяговой балкой и начал работу по созданию своего арочного прицепа на колесном ходу. Параллельно с этим выпустили опытную партию с упрощенной и более подходящей для наших условий гусеницей и успешно провели испытания арок с деревом металлическими и металлическими полозьями вместо гусениц. Но с другой стороны эффективной стрелевки арочными прицепами сводилось на нет отсутствием квалифицированных кадров. Потому что для управления агрегатом из трактора и арки требовался не просто тракторист а опытный механик который мог одновременно хорошо управлять и лебедкой при погрузке и трактором в движении. В результате многие мехлеспункты получив и покатав новую технику в течение пары недель ставили арки от греха подальше на площадку отстоя а тракторы с лебедкой использовали на других работах. И весьма показательный в этом плане пример кормозерского лесопункта Абазерского леспромхоза куда трест Анега Лес отправил 15 арочных прицепов. Причем учитывая что в самом леспромхозе было всего 6 тракторов один трактор может работать максимум с одним прицепом. У части тракторов были сломаны прицепные скобы а некоторые прицепы пришли в некомплектном состоянии и в результате на трилевку арочными прицепами плюнули и они всю зиму простояли под снегом без какого либо ухода а трилевку продолжали проводить привычными способами на пенах или просто волоком. В общем и целом марочные трилевочные прицепы в СССР не прижились но в то же время и в Соединенных Штатах где эта техника зародилась к середине сороковых от нее тоже отказались в пользу более перспективных машин но это уже тема следующего разговора а мы остаемся в третьей пятилетке и вот где в области механизации трилевки действительно было полно новинок так это на трилевке лебедками причем в предвоенные годы испытали практически все виды лебедочной трилевки известные в мире наша промышленность к этому времени уже освоила серийный выпуск большого ассортимента лебедок и стационарных и передвижных и навесных ну и импортных было куплено немало поэтому появилась возможность использовать их для механизации трилевочных работ самый простой способ лебедочной трилевки трилевка наземная она не требует сложного оборудования и проста по монтажу блоки крепятся не выше метра от земли к любому дереву или пеньку и такой вариант работает на слабых грунтах и заболоченных участках где не пройдет ни лошадь ни тем более трактор существует несколько систем наземной трилевки с ослабленным тросом с бесконечным движением троса но у них есть общие недостатки бревно при движении зарывается в землю или цепляется за естественные препятствия а в гористом рельефе и на косогорах наземная трилевка вообще малопроизводительна тем более что радиус ее действия не превышает 300 метров следующий тип лебедочной трилевки трилевка полувоздушная или как ее называли в Америке хай лид и это промежуточный тип между наземной трилевкой и воздушной от наземной он отличается высоко поднятым на мачте направляющим блоком через который проходит грузовой трос а от воздушной наличием только одной высокой мачты и отсутствием несущего троса с тележкой на нем при трилевке методом хай лид в сравнении с наземной трилевкой включается риск зарывания бревна в землю и увеличивается производительность а в сравнении с воздушной сокращается длина тросов и временно монтаж мачт полувоздушная трилевка применялась в Карелии Ленинградской области и на Урале и сейчас вы видите фрагменты установки хай лид которую испытывал Сибниилх летом 38 года в Берецком мехлеспункте тресток краслес эта установка была предназначена для трилевки по косогору с сильно захламленными волоками сами волоки были расположены веером от тяговой мачты а на приводе попробовали две двухбарабанные лебедки одну навесную Людиновского завода на тракторе Сталинец а другую стационарную строительную номер 157 Днепропетровского завода трилевали хлыстами без предварительного окучивания и одна мачта обслуживала площадь около 4 гектаров и после испытаний система хайолит была рекомендована для применения в равнинных и слабохолмистных местностях с запасом не менее 150 кубов на гектар и при отсутствии сортировки на верхнем складе например там где древесина шла на сплав молем и сортировка была полностью сосредоточена на нижнем складе ну и наконец воздушная трилевка применяется там где ни наземная ни полувоздушная не работают то есть в горных районах и в местностях пересеченных глубокими ущельями или оврагами все системы воздушной трилевки имеют несущий трос натянутый между мачтами и тележку на нем к которой подвешиваются бревна воздушная трилевка может быть проведена на большие расстояния и в районах со сложным рельефом потому что на дистанциях выше 300 метров или при переломе профиля применяются промежуточные мачты воздушный тип трилевки имеет несколько систем отличающихся между собой конструкцией тележки способом подвешивания к ней бревен и расположением тяговых тросов трилевку по системе Нордбенд в СССР обкатали в Карелии система Нордбенд это средняя между воздушной и полувоздушной схемами для головных и тыловых мачт в ней используют деревья которые укрепляют тросовыми растяжками а для привода подходит двух или трех барабанная лебедка такая же как на системе Хай Лид у нас система Нордбенд успешно работала на трилевке на расстоянии от 200 до 250 метров с приводом от двух барабанной лебедки на тракторе С60 Скидерная система была впервые применена американской фирмой Лиджер Вуд поэтому ее часто называли по имени создателя система Лиджер Вуд это полноценная система воздушной трилевки она имеет более сложную конструкцию грузовой тележки и монтажа тягового и холостого тросов а для привода применяется специальная машина Скидер Скидер состоит из двигателя лебедки с четырьмя или пятью барабанами и головных мачт а в Америке Скидер часто ставили на железнодорожный ход и дополнительно оснащали стрелами для погрузки леса на железнодорожные платформы у нас скидерные системы применяли во многих хозяйствах например в чеченском леспромхозе с 38 года для трилевки хлыстов по горным склонам к верхнему складу использовали скидерную систему с двух барабанной лебедкой с приводом от двигателя ЗИС-5 в армянском лесокомбинате скидером трелевали лес к железной дороге по изрезанным ущельями и балками склоном с крутизной до 30 градусов лебедку здесь использовали тоже двухбарабанную завода Октябрьская кузница с приводом от 30-сильного трактора ХТЗ а в Ленинградской области успешно опробовали скидерную трелевку с металлическими головными мачтами от 42-метровых кранов Дериков и трехбарабанной строительной лебедкой скидерная трелевка оказалась явно перспективным делом и в 1939 году на Кировском заводе в Ленинграде построили опытную двустороннюю скидерную установку с газогенераторным двигателем ЧТЗ и гусеничным ходом от танка Т-26 эта установка сейчас на экране слева а двумя годами позднее ЦНИМ разработал скидерную установку уже на железнодорожном ходу и с шести барабанной лебедкой ее вы видите справа ну и наконец воздушная трелевка по системе Макферлина имеет несущий канат между двумя мачтами тележку на канате как у кабельного крана и два троса грузовой для подъема и спуска бревен и холостой возвращающий тележку обратно на лесосеку эта система отличается от скидер системы способом прицепления груза и опусканием прицепного крюка тележки к бревнам и у нас такая установка например работала в майкопском леспромхозе попутно я хочу отметить что скидером в то время называли у нас любую сложную лебедку предназначенную для трелевки а причина в том что многобарабанные лебедки могли спокойно работать и с системой Лиджервуд и с другими системами трелевки и так например было в октябрьском мехлеспункте 300 Беллес там механик Мартыновский для трелевки леса по заболоченному Ольшанику применил полуподвесную систему Нордбенд и лебедку скидер собственной конструкции скидер этот был собран из двухбарабанной лебедки севодст леса двухбарабанов от строительных лебедок система передач собственной конструкции и двигателя от трактора ЧТЗ а термин скидер не забыто сегодня только называют им обычный трелевочный трактор с трелевкой закончили переходим к вывозке и начать я предлагаю с одноколейных снежно-ледяных дорог и одноколейные дороги Саня для них изобрел в 35-м году Яков Гейнсбург об этом я рассказывал в прошлой серии вслед за первыми моделями Свердлеса и Восток Стальлеса в 37-м году появился улучшенный вариант однополозных тракторных Саней Цниеме модели Б а сам Гинсбург в 38-м году спроектировал новую модель ГЗЯ-1 Главным их отличием от Саней первой модели было отсутствие подконикового бруса и на схематичных рисунках это отличие хорошо видно У Саней ГЗЯ коник опирался на полость через специальные поковки подушки скользуна и отсутствовал сквозной шкворень а вместо него на подушках приваривались два металлических кольца входивших одно в другое Саней ГЗЯ оказались тяжелее Саней первой модели но при этом у них выросла грузоподъемность а благодаря ощутимому снижению центра тяжести повысилась устойчивость и сократилось время на погрузки разгрузки Существовало два варианта 38-го и 39-го года но в процессе эксплуатации у ГЗЯ-1 выявили и свои собственные недостатки поэтому в 40-м году группа сотрудников кафедры сухопутного лесотранспорта Уральского Лесотехнического института предложила свой вариант Саней ГЗЯ-2 с улучшенными узлами модернизация коснулась буферов сцепок а главное соединение коника с полозом у ГЗЯ-2 оно не имело ни шкворня ни колец а сопряжение коника с полозом осуществлялось через радиусные сварные накладки на скользунах но конструкция эта оказалась слишком сложной и ненадежной а дальнейшим работам в этом направлении помешала война параллельно активно велись работы и по улучшению уже имевшихся в леспромхозах модели тракторных саней например бригадой членов Свердловского обланетолеса был разработан проект переделки саней Гинсбурга образца 36-го года в сане беспоперечного бруса с использованием уже имевшихся в леспромхозах упаковок саням Свердлеса Восток Сталь леса и цнеемы модели Б вес саней увеличился при модернизации почти на 50% но при этом грузоподъемность выросла с 18 до 22,5 тонн и появилась возможность использовать 286 килограмм металлических деталей от старых саней А инженер Югзапстрой механизации Филиппов в 1939 году предложил конструкцию однополозных саней на базе неиспользованных паковок и деревянных деталей двухполозных тракторных саней модели Д В санях Филиппово без изменений использовались 46 деталей из 67 от саней модели Д В прошлой серии я упоминал проект бескониковых однополозных саней Волково В третьей пятилетке работы в этом направлении продолжились Например в 1939 году конструктор Себнилх Бронников предложил собственные бескониковые сани и в них практически без изменений использовались детали сани Гинсбурга модели 35-36 года Свой проект бескониковых саней в том же 1939 году и на основе тех же саней Гинсбурга предложил инженер Кищенко Но никаких преимуществ бескониковые сани в процессе опытной эксплуатации не показали и от дальнейших работ в этом направлении отказались Кроме одноколейных продолжали активно эксплуатировать и двухколейные тракторные дороги и для них ЦНИМЭ в 1938 году предложил модернизированный вариант сани модели «Д» под индексом ТСЕ Основные отличия заключались в снижении коэффициента тары увеличении длины опорной поверхности коника и поперечного бруса и изменении конструкции замков стоек и узла соединения роллера с полозом А тракторные вывозки переходим к автомобильной На двухполозных прицепах к этому времени лес возили давно этим было уже никого не удивить а вот однополозные автомобильные сани одними из первых обкатали в Шикшемском механизированном лесоучастке Шарьинского лес-транхоза Треста Горьк-Транслес Подвижной состав сделали по чертежам саней Гинсбурга 1935 года но уменьшили колею до 270 сантиметров и укоротили полозья до 230 сантиметров у полуприцепа и 270 у прицепа В зависимости от типа вывозимой древесины грузовики работали либо с полуприцепами либо с прицепами из двух подсанок и плюс были варианты со съемными рамами для вольвыск и дров Кроме однополозных прицепов Шикшемского типа были известны также конструкции Первомайского лесопункта и Алапаевск строй леса Все эти модели собирались из уже имевшихся на местах паковок тракторных и автомобильных саней поэтому имели каждой свои недостатки Цнейме попытался сделать типовой прицеп АОС-4 с оригинальными деталями но он оказался слишком сложным для изготовления на местах и поэтому крупные хозяйства предпочитали совершенствовать конструкции собственных прицепов как например поступил Первомайский леспромхоз Цнейме тоже модернизировал свой прицеп новая модель получила индекс АОС-6 но до совершенства ему тоже было далеко и самодеятельность на местах продолжалась однозначно самый интересный одноположный прицеп для работы с автомобилем сконструировал шофер стахановец треста Алапаевск лесдревмет Пауло прицеп этот был создан в начале сорокового года а с февраля сорокового использовался на вывозке Мугайским мехлеспунктом сам Пауло кстати после этого был переведен в механике треста низкорамный одноположный полуприцеп системы Пауло представлял собой деревянную раму с двумя кониками опиравшуюся сзади на подсанки типа Саней Гинсбурга а спереди стоящий прицеп опирался на два домкрата а при движении поперечные рамы подвешивались к поперечному брусу автомобиля тягача а подсанки соединялись дышлом со сцепным прибором Рейсовая нагрузка на прицепы Пауло была примерно в полтора раза выше чем у обычных прицепов за счет низкого центра тяжести они были устойчивее и быстрее проходили погрузку и разгрузку но требовали много места для разворота на складах и не могли работать на дорогах с малыми радиусами в поворотах широкого распространения они не получили хотя на Урале в районах с прямыми дорогами работали довольно долго и эффективно в плане техники для содержания снежно-ледяных дорог каких-то принципиальных подвижек в третьей пятилетке не было потому что накануне в 37 снеймэ выкатил полный комплект обновленных машин и орудий для тракторных дорог и в довоенные годы третьей пятилетке работа в основном проводилась в плане испытаний новых образцов например экспериментировали с цилиндрической цистерной для поливки стенки у этой цистерны меньше обмерзали и легче очищались ото льда на Шикшемской дороге обкатали несколько машин для содержания автомобильных дорог например поливочную цистерну на шасси ЗС-5 и струк снегочиститель инженера Страшинского из других интересных машин появившихся в это время можно отметить колеерез инженера Самарокова его особенностью было то что кроме ножа для центральной колеи на нем стояли дополнительные ножи для профилировки и очистки колей поддерживающих лыж Продолжала занимать умы инженеров и идея клеочистителя с вращающимися щетками Очередная конструкция такой машины была создана специалистами главвозд леса в 1939 году Но похоже что до постройки опытного образца дело так и не дошло Ну и еще из нереализованных проектов давайте посмотрим на снегочистители для одноколейных дорог с дисковыми рабочими органами Очиститель первого типа имел три диска зубчатую фрезу железную щетку и полировочный диск и все они приводились в движение от вала отбора мощности трактора Очиститель второго типа был без фрезы а щетка и полировочный диск вращались от собственных колес через цепные передач Завершить тему зимней вывозки я хочу рассказом об очередной попытке сделать ее всесезонной Конструкторская мысль в этом направлении работала но уровень развития техники не позволял реализовать ее в полной мере И вот проект однополозных саней для всесезонной вывозки предложенный в 1939 году Яковом Гинсбургом тем самым который получил сталинскую премию за однополозные сани Но в отличие от первого изобретения всесезонные сани Гинсбурга иначе как монстровым сооружением не назовешь У них на центральном полозе возвышался хребет из четырех брусьев а к нему с боков шарнир накрепились по две скобы из швеллера с откидными стойками для удержания бревен Скобы могли качаться в продольной плоскости саней а по краям снизу на растяжках к ним монтировались опорные лыжи Летом вместо полоза к центральной раме должны были крепиться четыре двухреборных колеса для движения по однолежневой дороге а вместо лыж опорные деревянные катки с цепами такие сани работать не могли и максимальная длина перевозимых бревен была не более 7 метров в целом конструкция получилась громоздкой и тяжелой и требовала очень много металла ну и понятно что сани эти остались только на бумаге теперь как и обещал вернемся к лошадкам успешный опыт эксплуатации однополозных саней на тракторной и автомобильной вывозке вызвал желание использовать однополозные сани и для вывозки гужевой одиночная запряжка из-за центрального расположения полоза здесь естественно была невозможна и однополозные сани могли быть только параконными впервые их попробовали зимой 36-37 года в Нязепетровском леспромхозе Треста Челяблястяш и как видите эти сани конструктивно практически не отличались от первых тракторных саней Гинсбурга а во второй раз однополозную гужевую вывозку обкатали зимой 39-40 года в Тарском леспромхозе Треста Обь-Лес сани здесь построили по проекту Уральского лесотехнического института и они уже были созданы по образу и подобию саней ГЗЯ-1 то есть не имели подконикового бруса в ходе опытной эксплуатации выявили ряд необходимых изменений в частности колею сочли нужным сократить с 260 до 240 сантиметров и после этого рассчитывали начать внедрение конной вывозки на однополозных санях в леспромхозах страны но опять же война реализация этих планов помешала теперь про вывозку на двухполозных санях о санях американского образца СЛЗ-3 я уже рассказывал в прошлой серии а вот про американскую упряж только упомянул но сейчас расскажу о ней подробнее для испытаний вместе с американскими санями в союз привезли образцы упряжи и оказалось что бездуговая американская упряж имеет ряд преимуществ перед русской в американских санях тяговые усилия лошади передаются постромкам и валькам а глобли служат только для управления во время движения и для сдерживания лошади на спусках и при осаживании тяговые усилия для передвижения воза приходится на плечи лошади а дополнительные нагрузки типа толчков на неровностях дороги через дополнительные подпруги с кольцами для пропуска оглобель передаются на корпус в русской же запряжке все усилия и нагрузки передаются оглоблями через дугу на хомут и ложатся исключительно на плечи лошади исключая таким образом из работы корпус для работы с новыми санями американская упряжь подходила однозначно лучше но заменить такое количество упряжи одновременно было нереально поэтому в 38-м году разработали русско-американскую упряжь метод переделки русской упряжи на бездуговый вариант предусматривал тщательную подгонку хомута изменение сиделки и добавление пастромок и такая упряжь в довоенные годы достаточно широко распространилась в районах где сани СЛЗ-3 составляли основу санного парка теперь давайте посмотрим на вылазку летнюю хотя смотреть-то тут особо нечего потому что в отличие от второй пятилетки в третьей страсти здесь поутихли наряду с тракторными колесными прицепами типа МОСЛИСПРОМА и гусеничными Омского завода о которых я уже рассказывал на Нежском заводе в третьей пятилетке начали производство тракторного прицепа грузоподъемностью 16 тонн с 4-хосным колесным ходом и унифицированного с ним 12-тонного прицепа на гусеничном ходу для гусеничных тележек использовали оставшиеся на заводе задел деталей от ходовой части танка Т-26 ленивцы балансирные тележки с рессорами и катками и гусеницы с ним и тоже работал на тракторном 4-хосным колесным прицепом грузоподъемностью 16 тонн он имел индекс АКП-2 но дальше постройке опытных образцов дело не двинулось вообще летняя вывозка что тракторное что автомобильное очень сильно сдерживалась из-за дефицита резины лесовозный автомобильный прицеп толком тоже так и не сделали поэтому в лесу гоняли обычные прицепы не рассчитанные на полное бездорожье их недостатки были общеизвестны и поэтому на местах их дорабатывали под собственные требования например одноосные колесные прицепы измененной конструкции с 40 года успешно эксплуатировали на автобазах Агибинского и Юркинского лесоучастков треста Мари-Транслес на них изменили конструкцию рамы в результате вес прицепа уменьшился на 150 килограммов а зимой вместо внутренних скатов на прицепе устанавливались лыжи что интересно внешние скаты не снимали они оставались на месте или вот например двухосный прицеп новоборовлянского мехлеспункта треста Алтай-Лес у него деревянная рама а оси и подвеска заимствованы от одноосного прицепа лесосудмаш-строя самодеятельность была распространена при постройке не только подвижного состава но и машин для строительства самих лесовозных дорог например любопытный агрегат из подручных материалов смастерили в Инзерском леспромхозе в Башкирии назвали его дорожный комбайн а представлял он из себя деревянную раму 3 метра на 5 на которой по краям укрепили два катка из старых доменных труб а по центру поставили бульдозерный отвал из котельного железа с ножом из стального подреза тракторных саней тянул эту конструкцию трактор ЧТЗ и с ее помощью быстро построили грунтовую дорогу длиной 14 километров хорошего качества и средняя скорость движения по ней составила 40 километров в час но эта машина из серии голь на выдумке хитра плавно переходим от грунтовых дорог к лежневым потому что как раз в третьей пятилетке в хозяйствах где вывозка велась автомобилями и позволяли технические возможности начали активно строить пластинно-лежневые дороги деревянные лежни обеспечивали движение автомашин с высокой скоростью практически на любых грунтах и уменьшали износ покрышек что было очень важным моментом еще один плюс для укладки лежни было достаточно прорубить просеку и выкорчевать пни в то время как обустройство грунтовой дороги требовало еще и планировочных работ вдобавок пластинно-лежневая дорога была всесезонной и не раскисала от дождей весной и осенью в общем пластинно-лежневые дороги внезапно стали популярны в хозяйствах с интенсивной автомобильной вывозкой и плюс их продолжали строить там где вывозку вели на конных телегах правда в значительно меньших объемах плоско-лежневые дороги в третьей пятилетке практически сошли на нет их вытеснили дороги с нормальными рельсами а количество круглолежневых дорог хоть и сократилось но они продолжали работать там где их эксплуатация оказывалась выгоднее чем строительство дорог других типов круглолежневые дороги могли быть и стационарными со сроком службы 2-3 года и разборными состоящими из переносных звеньев по сути это были деревянные аналоги диковильных железных дорог работали они один сезон после чего передвигались на новое место конная тяга на круглолежневых дорогах продолжала доминировать но продвинутые лица пункта заменяли ее механической как пример приведу опыт Чащинского мехлеспункта где на круглолежневой дороге использовали тягачи на базе тракторов фортзон и СХТЗ 1530 причем передние колеса у них заменили двухосными тележками со скатами Альберта как у вагонеток благодаря чему ликвидировали случай исхода тягача с лежней что касается подвижного состава то лучшим вариантом для округлых лежней продолжали оставаться вагонетки на тех же двухреборных скатах Альберта строили их силами мехлеспунктов с грузоподъемностью в зависимости от возможности каждой конкретной дороги Самым всесезонным видом лесотранспорта продолжали оставаться железные дороги узкой колеи единственный их минус большие затраты на профилировку трассы и укладку пути но там где эти затраты были оправданы большим грузопотоком дороги строили и активно эксплуатировали специально для лесовозных узкоколеек лесосудмашстрой в 1938 году разработал лесовозный сцеп из двух вагонеток общей грузоподъемностью 8 тонн от СНИИМЭ провел успешное испытание путеукладчика инженера Быкова на базе мотооза МУС-4 машина оказалась очень удачной и первомайский леспромхоз обратился к разработчикам с ходатайством о передаче ему путеукладчика для постоянной работы после окончания испытаний были еще проекты передвижных агрегатов на базе четырехосных платформ для подтаскивания бревен к узкоколейке но тут все упиралось в строение пути тянуть к каждой делянке дорогу с нормальным верхним строением было слишком затратно а для переносных путей такие механизмы были тяжеловаты кроме узкоколейк с механической тягой широкое распространение в третьей пятилетке получили рельсовые дороги с тягой конной на них были нижние осевые нагрузки и скорости движения а значит нижнее строение пути могло быть не таким паровозной тяги кроме того конно-рельсовые дороги могли быть диковильными то есть переносными они состояли из коротких звеньев с закрепленными на шпалах рельсами и были снабжены замками для быстрого соединения рельсы использовали самых легких типов от 5 до 8 килограмм на погонный метр плюс сюда шли рельсы второго сорта старогодние и заводской брак для конных диковилек было несколько типов звеньев на деревянных или металлических шпалах звено военно-полевых дорог звенья Андреева Парфинского Зеленского ну и естественно свою руку приложил к конным диковилькам и Цнееме он разработал типовое звено ТЗ на металлических шпалах диковильные дороги с конной тягой проложить можно было в прямом смысле словно любую делянку без дорогостоящих работ по обустройству нижнего строения пути зимой диковильные пути можно было уложить прямо на снег и обеспечить вывозку с делянок на заболоченных участках или делянок со слабыми грунтами куда летом было вообще ни пройти ни проехать одним словом опыт эксплуатации диковелек с конной тягой стали активно пропагандировать самыми известными диковельками того периода были Семринская и Слудицкая дороги типового подвижного состава для конно-рельсовых дорог не было и чаще всего на них катали вагонетки ленинградского завода металлоконструктор на Семринской дороге их немного переделали увеличили колесную базу и установили колесные пары на деревянной раме а на Слудицкой дороге две металлоконструкторские вагонетки соединяли в один сцеп для вывозки длинномера либо ставили на них специальную раму для перевозки каратья и дров еще в качестве примера можно привести четырехтонную вагонетку с деревянной рамой треста череповец лес а в дальнейшем на диковильных дорогах начали широко использовать и вагонетки обычных узкоколеек типа вагонеток союз лес механизации ну и совсем уже экзотикой было закатить на рельсы вагонетки на скатах Альберта но такое тоже было в 38 году в Ленинградской лесотехнической академии попробовали сделать свой вариант вагонетки для конной тяге но он оказался хуже вагонетки союз лес механизации и в серию не пошел и наконец лесосудмашстрой в 39 году предложил свой вариант трехтонной вагонетки для конно-рельсовых дорог который в дальнейшем стал самым распространенным на дорогах с конной тягой типом подвижного состава по мере распространения конно-рельсовых дорог их даже пытались механизировать в 39 году в тресте лен лес по проекту инженера Ильина построили облегченный мотовоз для работы на переносных путях параллельно с конной тягой опытный экземпляр обкатали в хатетском механизированном лесопункте на конно-рельсовые дороги без усиления верхнего строения и в результате выяснилось что в таком виде мотовоз мало пригоден для работы у него был маленький сцепной вес а из-за короткой базы и больших свесов он сильно раскачивался в движении и клевал носом при торможении в связи с этим Цнейме внес в конструкцию ряд изменений и подготовил рабочие чертежи но опять же завтра была война и скорее всего даже опытный образец достроить не успели помимо конно-рельсовых переносных дорог начиная с 1939 года в Союзе активно изучался американский опыт применения автомобильных переносных щитовых дорог они напоминали пластины лежневые но отличались тем что строились из типовых звеньев которые можно было переносить с места на место как звенья пути диковелек щитовые дороги обеспечивали работу автомобилей на лицосеке круглый год они могли быть проложены и на трелевочных усах и на слабых грунтах и на сырых или заболоченных участках и по глубокому снегу до войны реализовать идею на практике мы не успели но после подобные дороги правда уже из других материалов строились весьма широко настал черед погрузочно-разгрузочных машин в третьей пятилетке промышленность освоила серийный выпуск автокранов на шасси трехосного грузовика ЗИС-6 но в лес такие машины почти не поступали потому что были слишком мощными и в первую очередь ехали на стройке но зато на лесозаготовках широко распространились краны Деррики на шасси двухосного ЗИС-5 было два варианта с жесткой стрелой и с поворотной и ЦНЕМЕ даже выпустил отдельной книгой комплект документации для изготовления авто Деррика силами местных мастерских инженер Лешкевич о его прицепном тракторном Деррике с двумя стрелами я рассказывал в прошлой серии в сотрудничестве с инженером Глассом предложил подобную конструкцию и на автомобиле в качестве базы использовали газогенераторный ЗИС-21 а стрелы можно было развернуть для работы и с левой и с правой стороны машины в целом авто Деррик с двумя стрелами оказался не таким маневренным как авто Деррик с поворотной стрелой но для работы на складах с большими штабелями вполне годился были отдельные попытки скрестить кран с трактором в Карелии например скрестили Деррикс к тракторам С-60 и несколько таких машин работали в тресте Юж-Карел-Лес на погрузке тракторных саней в Гаранинском мехлеспункте треста Алапаевск строй лес тоже на погрузке тракторных саней работал трактор-экран конструкции инженера Рейнаса стрела у него была съемной а ее монтаж и демонтаж занимал около 20 минут однако большого интереса тракторные краны не вызвали и построенные образцы так и остались на уровне местных самоделок а вот темой которая в конце тридцатых занимала многих было создание относительно небольших передвижных погрузочно-разгрузочных механизмов способных работать на ограниченных площадях особенно в горной местности либо на складах по привычке их называли Дериками хотя им не требовались тросовые растяжки стрелы например Дерики ВКФ Волжско-Камского филиала института лесосплава представляли собой четырегранную стрелу-пирамидку на деревянной раме с полозьями на вершине подножия стрелы были установлены два блока для грузового троса который тянул либо трактор либо лошадь такие Дерики соединенные в батареи по 4-5 штук успешно работали на складах на разгрузке саней и многорядной штабелевки бревен а еще их успешно использовали на сплаве при формировании челлен для плотов Сибирский институт лесного хозяйства успешно испытал в Берецком мехлеспункте тресток расслес Дерики с А-образной стрелой и жесткой деревянной рамой За основу была взята система кранов инженера Свердлова которую существенно переработали изменили количество блоков их крепления доработали стрелу и уменьшили колею полозьев Батарею из четырех таких Дериков успешно испытали на погрузке саней на верхнем складе тракторной ледяной дороги в холмистом районе Сибири и пришли к выводу что такие Дерики работают эффективнее других погрузочных машин именно в горных районах где ширина территории складов ограничена и нет возможности двустороннего расположения штабелей Ну и вдогонку тракторной версии буквально через год Сибниилхи разработал и компактный конный Дерик тоже для горной местности Заканчивая тему Дериков можно еще упомянуть граники совсем простые небольшие деревянные рамы без растяжек снабженные простейшей лебедкой предназначены они были для погрузки вагонов диковелек и также легко переносились с места на место парой рабочих а чтобы граник не опрокинулся во время работы его стрела средней частью опиралась на раму вагона а нижней крепилась цепью за рельс в Карелии продолжали развивать тему механизации погрузочных устройств для автомобильных перевозок здесь испытали универсальный погрузочно-разгрузочный агрегат для автомобилей ЗИС смысл заключался в том что тягач заезжал на станок его ведущие колеса домкратами приподнимались над землей и через прижимные ролики приводили в действие грузоподъемный барабан Дерика ну и соответственно бревна грузились на прицеп были опробованы варианты с погрузкой как отцепленного прицепа так и сцепленного автопоезда в перспективе даже хотели попробовать продольное надвигание пачки бревен на прицеп но война продолжению этих работ помешала точно так же как помешала она и появлению двоенных серийных образцов лесовозов самопогрузчиков первым идею такой машины предложил в сороковом году Никит товарищ по фамилии Монтонен мне ничего о нем найти не удалось кроме того что работал он в тресте ленлес скорее всего водителем или техником суть предложения заключалась в том что на стойках конников тягача и прицепа устанавливались блоки через них пропускались тросы закрепленные на одном барабане а сам барабан крепился на диске ведущего колеса тягача задний мост приподнимался над землей свободные концы тросов цепляли к пачке бревен включали двигатель и груз натаскивался на прицеп собственными силами тягача повторюсь война не дала реализовать эту идею сразу же зато после войны идея Монтонена воплотилась в агрегатных машинах и о них еще будет большой разговор впереди и под занавес погрузочные темы я хочу рассказать о двух кранах на железнодорожном ходу сконструированных специально для лесозаготовок они оба американских кровей и предназначены для погрузки леса на железнодорожные платформы в непосредственной близости от мест заготовки а в СССР были ввезены для опытной эксплуатации всестороннего изучения особенностью этих кранов является то что они перемещаются и работают на тех же путях по которым подаются под погрузку лесовозные платформы а разница только в конструктивном оформлении этой возможности кран макджиферт в транспортном положении передвигается по рельсам на двух одноосных тележках на месте работы тележки поднимаются тросами вверх а кран опирается боковыми лапами на края шпал таким образом образуя портал для пропуска под крановой установкой порожних платформ а кран декер опирается на две двухосные тележки и в транспортном и в рабочем положении а порожняк проходит в портале под основной рамой крана но над его ходовой частью для этого над тележками крана уложены рельсы а спереди и сзади есть две подъемные аппарели для соединения рельсов лесовозной дороги с рельсами внутри портала кран декер был почти в два раза легче макджиферта и его механизм пропуска платформ оказался проще поэтому его признали более подходящим для работы на лесозаготовках СССР и в 37-38 годах силами треста Украин лес сделали шесть подобных кранов но в конструкцию их внесли ряд изменений например убрали возможность движения самоходом заменили паровую машину на керосиновый двигатель от трактора ХТЗ поставили лебедку союз лесмеханизации и заменили где можно металлические детали на деревянные используя опыт изготовления кранов типа декер украин лесом ЦНИМЭ разработал типовой проект подобного крана с металлическим порталом и возможности установки как керосинового так и газогенераторного двигателя в четвертом квартале сорокового года на Камбарском заводе был запланирован выпуск опытной партии из десяти таких кранов но судя по тому что информации о русском декере я больше нигде не встречал война обнулила и этот проект теперь я хочу коснуться совершенно новой для меня темы а именно темы механизации сплавных работ сплав бывает молевым то есть когда бревна плывут сами по себе и плотовым когда сплавляемый лес связывают в плоты молевой сплав самый простой и дешевый сыпал бревна в реку по половодию и выловил их ниже по течению но он порождает огромную проблему большой процент утопа древесины и как следствие захламление русла реки а топляк представляет серьезную угрозу для судоходства потому что судно может запросто пойти на дно напоровшись на такой подарок сплавщиков поэтому в советском союзе в тридцать восьмом году по судоходным и примыкающим к ним рекам молевой сплав запретили и весь приплывший молем лес для дальнейшего движения теперь нужно было собирать плоты процесс сборки плотов называется сплотка она бывает летней и зимней летняя сплотка проводится там где молевой лес сплачивают перед выходом на магистральные пути и судоходные реки а зимняя там где древесину сплавляют в плотах сразу от места заготовки до потребителя в свою очередь зимняя сплотка может проводиться на затопляемых плотбищах когда разлившиеся во время паводка река уносит их с собой и на плотбищах незатопляемых когда плоты приходится сталкивать с берега вручную или механизмами состоять плоты могут либо из челлен однорядных или многорядных плоских звеньев либо из пучков то есть звеньев объемных которые похожи на большие вязанки но в любом случае бревна для плотов требуют предварительной увязки а увязка вручную во-первых требует больших затрат человеческих сил и времени а во-вторых на нее уходит огромное количество молодого леса лучшего качества потому что плоты увязывают вицами а вицы это скрученные стволы молодых деревьев толщиной 2,5-3 см и естественно первым направлением механизации сплава стало создание установок для механической сборки и увязки плотов и не вицами а металлической проволокой тросами или цепями для летней сплотки малевого леса к третьей пятилетке у нас было больше десятка машин разных типов в частности для сплотки в члена применялись в Кос-Б и в Кос-В была опытная машина Ковригина Вейланда еще использовали погрузочные агрегаты ВКФ ВКЛ-2 машину Максимова а для сплотки в пучки применяли советский Блокстад он же ВКОС-5 было очень много разновидностей агрегата Сниткова были машины Нильсона ВКЛ-2 он же лесовец ЛАМ конструкции Леспром Треста но у всех машин для летней сплотки была одна общая особенность они отличались очень большими размерами и достаточно сложной механической начинкой а для зимней сплотки и в пучки и в члена применяли простейшие станки или рамы которые загружали вручную либо при помощи лошади и попытки механизировать работу по зимней сплотке предпринимались неоднократно но особого успеха не имели лебедки отлично работали на нижних складах на вытаскивании сплавленного леса но на сплотке оказались малоэффективными из-за небольших размеров штабелей и необходимости частых передвижек конные дереки оказались рентабельными на формировании плоских челлен высотой более полутора метров а в остальных случаях производительность дерека не превышала обычную ручную раскатку баграми лучший результат показали тракторы с лебедками они сочетали в себе и мощность и мобильность но такой техники было мало и на всех не хватало поэтому в 35 году сотрудники волжско-камского филиала института лица сплава профессор Труфанов и инженеры Ефимов и Кузнецов внесли предложение вывозить с верхних складов на плодбище лес сразу сформированные в пучки и после испытаний в производственных условиях начиная с 37 года этот метод начал широко внедряться на сплаве и его распространению немало поспособствовало изобретение Гинсбургом однополозных большегрузных саней на которых можно было таскать пучки достаточного для сплава объема сначала пучок увязывали на стапеле и грузили на сани в готовом виде а потом оказывалось что увязывать лес на санях намного удобнее чем на станке или раме и плюс устранялась операция перевалки на верхнем складе сани для вывозки пучков сначала применяли обычные но к концу 30-х на них стали ставить обвязку пучка разгрузку саней с пучками на плотбище само собой тоже механизировали потому что ни вручную ни лошадью стащить пучок саней было нереально и сначала для этого использовали трактор который тросом стягивал пучок на опоры а чуть позже придумали не стягивать пучок а сталкивать его специальным упором опять же укрепленным на тракторе плюсом этого способа было то что не тратилось время на закрепление троса на пучке и на его отцепку а тракторы с упорами также начали использовать при спуске на воду пучков или челлен на незатопляемых плотбищах но правда конструкция упора была более сложной и усиленной ну и широко применялось также стаскивание пучков тракторными лебедками в связи со значительным развитием пучков из плотки с 38 года на сплаве начали применять формировку больших плотов в оплотнике по сути это кошельный сплав с той лишь разницей что внутри кошеля находятся отдельные бревна фактически моль а внутри оплотника бревна увязаны в пучки оплотник представляет собой раму из одиночных крупных бревен подвижно скрепленных между собой цепями в замкнутый контур было два типа таких плотов системы цнеймэ и системы долматова но чем они отличаются я думаю понятно из картинок на незатопляемых плотбищах секции плота формировали буксирами на воде а на затопляемых прямо на берегу с помощью трактора и для механизированного сверления во плотнике отверстий институтом лесосплава был даже разработан специальный станок теперь вернемся ненадолго к малевому сплаву в связи с развитием строительства крупных сплоточно сортировочных рейдов остров стал вопрос о донных опорах для наплавных сооружений которые задерживали малевой лес бонов и запоней распространенные до этого типа опор ряжевые береговые свайные или статичные типа крупных камней бетонных блоков или якорей корабельного типа имели каждые свои недостатки и были мало эффективны на больших реках с сильным течением для решения вопроса крепления наплавных сооружений рассчитанных на большие нагрузки обратились к практике строительства временных причалов с донными опорами и пришли к выводу что самым удачным для лесосплава вариантом являются опоры на винтовых якорях завинченный на глубину около двух метров якорь выдерживал нагрузку от 15 до 18 тонн и нарком лес рекомендовал их внедрение на сплавных рейдах якоря диаметром до 1 метра свободно завинчивались вручную а более крупные при помощи механических лебедок соответственно для перевозки и установки якорей и тросов строили специальные суда якорницы и такелажницы плоты по рекам сплавляли либо самоходом либо тянули буксирами а вот для перетяжки плотов по большим водным поверхностям без течений главным образом по озерам применялась буксировка варпования на своих винтах судно при варповании не движется оно стоит на якоре а судовой двигатель приводит в действие лебедку и она развивает тяговые усилия в 8-10 раз больше чем судно той же мощности на своем движителе но варповании есть и отрицательные стороны идет оно очень медленно затруднено ветреную погоду и при больших глубинах и требует определенного грунта держащего якорь есть два способа варпования шведский и финский при шведском способе катер сцепляется с плотом отходит вперед стравливая трос бросает якорь и подтягивает плот к себе при финском катер уезжает вперед на расстоянии длины троса бросает якорь сматывая трос возвращается к плоту берет его на гак и подтягивается вместе с плотом к якорю в наших условиях предпочтительнее оказался финский способ а выпуск варповальных катеров и лебедок к ним наладили на Костромской судоверфи и помимо буксировки плотов оказалось что Костромские варповальные катера успешно работают и на механизации летней пучковой сплотки на малых рейдах помимо сплотки в третьей пятилетке создавались и средства для механизации других работ связанных со сплавом например для очистки русла от корчей топляка камней и затонувшего такелажа были созданы специальные суда такие как например корчеподъемница маминова или камнеподъемница системы наркомвода еще разрабатывались плавучие электростанции вот например проект одной такой мощностью 90 кВт с двумя двигателями ЧТЗМ17 сплавные рейды работали по 3-4 месяца в году и для привода электродвигателя их машин было нерентабельно строить стационарные станции а плавучая электростанция во время сплава могла работать для привода механизмов сплоточных машин на рейдах а в остальное время отбуксированное в затон снабжать электричеством местные производственные предприятия типа кузницы или столярки а также давать ток для освещения рабочих поселков тракторы на сплаве в третьей пятилетке начали использовать не только для подвозки но и на других работах и очень эффективно они показали себя на зачистке установки разборки запоней а также на разборке заторов выполнение таких работ вручную по одному бревну требовало много времени а трактор очень ускорял их и облегчал и сейчас вы видите пример работы тракторов на разборе пжа западе на керчевском рейде и работа трактора в прибрежной зоне навела на мысль создать машину которая сможет работать и на берегу и на воде такую машину разработали буквально накануне войны в институте лесосплава это вездеходная лебедка амфибия она представляла собой понтон внутри которого размещались кабины с двигателем и газогенератором ЗИС-21 трансмиссия и двухбарабанная лебедка по суше этот агрегат передвигался на гусеницах а по воде с помощью грибного винта опытный экземпляр собрали в феврале 41 года а испытания закончили за несколько дней до начала войны в июне само собой серийному производству помешала война но впоследствии к теме лебедок амфибия вернулись и в 60-х подобные машины выпускались серийно в предвоенные годы начались и первые попытки создания машин совмещающих в себе несколько операций по заготовке леса их называли лесными комбайнами но какие именно операции должен совмещать такой комбайн и как должен выглядеть толком никто не знал одни инженеры считали что комбайн должен совмещать валку и трелевку другие полагали что трелевка должна выполняться отдельно например инженер треста лесосудмашстрой Харченко сконструировал и построил несложный лесной комбайн на санном ходу для валки леса он имел дисковую пилу на поворотной консоли проект инженера Ищенко был гораздо навороченнее этот агрегат должен был валить деревья очищать их от сучьев раскрыжевывать на ассортименты длиной от 3,5 до 8 метров сортировать их на две группы и окучивать в пачке объемом до 15 кубометров плюс окучивать в отдельные штабели сучья и вершины комбайн этот был 23 метров в длину и 10 в ширину передвигался на двух гусеничных тележках а управление было сосредоточено в трех кабинах кабине оператора валочной фрезы и кабине оператора продольного транспортера внизу и главной кабине наверху все механизмы приводились в действие электромоторами от внешних передвижных электростанций ну и для привода всех моторов комбайна требовалось минимум 2 электростанции по 40 киловатт понятно что для 38 года этот проект был нереализуемым но другие были не лучше и когда в 38 году нарком лес провел конкурс на лучшую конструкцию лесного комбайна из 17 представленных на него проектов 16 были признаны неудовлетворительными и только один проект инженера морозова был одобрен и удостоен премии в 5000 рублей назывался этот комбайн Урал основная группа механизмов монтировалась на металлической платформе с гусеничным ходом а если учесть все приставные рольгинги транспортеры и электросиловые установки то в транспортном положении габарит комбайна был 41,5 метр в длину 4 метра 300 в ширину и 4,25 в высоту и весила вся эта красота 35 тонн Урал не производил валку леса деревья валили переносными электропилами а комбайн подтаскивал их к себе с расстояния до 400 метров с кидерной установкой раскрежевывал хлысты на деловые ассортименты и дрова и транспортировал их цепными транспортерами дрова в поленнице ассортименты в штабеле или сразу в подвижной состав научно-технический совет нарком леса отметив ряд недочетов комбайна Урал признал что в основных положениях он построен правильно и будет особенно полезен в пересеченных и горных районах для совершенствования конструкции и уточнения экономических показателей было решено построить опытный экземпляр для испытаний но о дальнейшей судьбе этого проекта мне пока неизвестно ну и собственно дальше 41-й год война оккупация значительной территории европейской части СССР эвакуация заводов на восток и все для фронта все для победы возросшая потребность армии в жидком топливе поставила перед всем народным хозяйством и перед лесной промышленностью в частности задачи его максимальной экономии путем переоборудования обычных двигателей где это только можно на твердое топливо до войны предприятия нарком леса получали газогенераторные установки готовыми с заводов нарком средмаша а теперь же их производство нужно было организовывать на местах газогенераторы ЗИС-21 и ГАЗ-42 требовали для производства хорошо оснащенных предприятий институт НАТИ в 41-42 годах разработал упрощенные установки для грузовиков ЗИС и ГАЗ их производство можно было наладить на местных предприятиях и из доступных материалов выпускались они с генераторами двух типов древесно-чурочным и универсальным который мог работать на чурках буром угля и торфе индексы чурочных генераторов были Г69 для автомобилей ЗИС и Г59 для грузовика ГАЗ а универсальных Г6901 и Г59 У-01 соответственно различались они конструкции топливников и нижней части генераторов что видно на схемах институт автомобильного транспорта ЦНИАД в 43-м году разработал также упрощенные газогенераторные установки на древесном угле УГ-1 для газов и УГ-2 для ЗИСов одновременно ЦНИАД разработал метод восстановления древесно-чурочных генераторов ГАЗ-42 и ЗИС-21 путем переделки их в древесно-угольное прогоревший внутренний бункер с камерой газификации удаляли а вместо них ставили новые форму и газоотборник с решеткой такая конструкция была намного легче и проще хотя и требовала дополнительного подвода воды для охлаждения формы машины с такими установками получили обозначение ГАЗ-42У и ЗИС-21У в 1944 году провели испытания еще четырех новых машин ЗИС-41 и ГАЗ с охладителями радиаторного типа и машины с газогенераторными установками на ТГ-70 и Г-71 которые имели упрощенные топливники УТВ и бункеры уменьшенного размера для перевода на твердое топливо судов сплавного флота Наркомлес в 1942 году издал инструктивные указания по переоборудованию жидкотопливных мото-катеров в газоходы в них были даны подробные схемы переоборудования в газоходы всех типов лесосплавных катеров и буксиров естественно основное внимание было уделено установке ЛС-2 но были также варианты монтажа на судах автотракторных газогенераторов таких как ЛС-1-3 на ТГ-14 и ХТЗ-Т2Г В том же 1942 году главзапси Блесс собственными силами произвел перевод своего лесовозного флота на твердое топливо спроектировав установки которые работали на швырке длиной 50 см и на древесном угле швырковый генератор сделаю на основе модели ША-6 и таких установок которые получили обозначение ША-С6 в небольших мастерских сплавных контор главзапси Блесса построили 21 штуку а газоходы с ними проработали всю навигацию и показали отличные ходовые и тяговые качества опять же в 1942 для катеров с 30-сильными двигателями СХТЗ была сконструирована установка ША-С работала она на швырке и могла быть изготовлена силами местных судоремонтных мастерских вообще во время войны газогенератор старались прикрутить ко всему к чему только можно вот например в 1943 году Тавдинский лесокомбинат оборудовал газогенераторными установками типа УЛТИ два портальных автолесовоза импортный Роскарьер и отечественные Соломбальского завода еще на твердое топливо переводили мотовозы навесных дорог ну естественно там где они остались вообще интерес к одноколейным навесным дорогам к началу 40-х пропал они дорабатывали свой ресурс но вот во время войны была построена едва ли не последняя такая дорога случилось это на Урале в лесопромхозе Уралмаш завода на лесоучастке Красный дорогу построили под руководством инженера Кочкина а конструкторы завода улучшили ряд узлов мотовоза Андреева поставили газогенератор и пустили его в работу ну и схему этого мотовоза вы видите сейчас в правой части экрана во время войны на лесозаготовках не менее важными задачами чем экономия жидкого топлива стали сокращение средств на строительство и содержание лесовозных дорог и подвижного состава а также затрат рабочие гужевые силы на лесовывозки в 43 году были утверждены временные правила строительства лесовозных узкоколеек с конной тягой они предусматривали уменьшение длины шпал и увеличение расстояния между ними бескостыльное и безметаллическое крепление рельсов либо крепление хомутами вместо костылей а также упрощенные стрелочные переводы без дорогостоящих остряков и крестовины вагонетки для таких дорог должны были строить по типу вагонеток лесосубмашстрой образца 41 года но с рамой икоником из дерева и вообще с максимальным сокращением металлических деталей в конце 42 года инженер Иньков предложил применять упрощенные круглолежневые дороги для конной и ручной вывозки и подвозки древесины стоимость постройки такой дороги была в 4 раза ниже чем обычной круглолежневой вагонетки упрощенной дороги практически полностью делали из дерева включая наборные колеса катушечного типа для ручной подвозки была выбрана колея 600 мм для конной 750 после успешной эксплуатации круглолежневой дороги такого типа в Загорском мехлеспункте Треста Мослеспром нарком лес в 43 году начал их широкое внедрение на лесозаготовках страны и в первый год эксплуатации по упрощенным круглолежневым дорогам было вывезено около 3 миллионов кубометров древесины в то время как за весь 42 год вся вывозка нарком леса по рационализированным дорогам едва превысила 700 тысяч кубометров основным преимуществом упрощенных круглолежневых дорог иконно-рельсовых диковелек было то что они сочетали первичный транспорт леса с трелевкой от их основной магистрали можно было сделать необходимое количество усов чтобы избежать трелевки леса и перегрузки его стрелевочных механизмов на вагонетки но в некоторых случаях ну например по состоянию рельефа местности или из-за незначительного объема древесины на том или ином направлении уса полноценное большое разветвление не всегда целесообразно и в таких случаях для подвозки начали применять однолежневую дорогу ее авторами были инженеры глав севзоплеса Дорин и нарком леса Райкин суть изобретения была в том что по одиночному лежню из-под товарника вручную катится тележка из деревянной рамы с двумя катушечными двухреборными колесами такой лежень можно было быстро перекинуть буквально к каждому бревну или полене цедров и докатить их до ближайшей вагонетки на упрощенной лежневке или диковельке эта операция полностью заменяла трелевку а затраты ручного труда на перекатывание тележки были даже меньше чем при погрузке разгрузки на оконной трелевке еще дальше пошли в тресте Мордовск строй лес там по предложению товарищей Лейбмана и Покровского для подвозки дров и каратьяна расстояние до 500 метров использовали тележки одноколесные при нагрузке на вагонетку 0,5-0,6 плутных кубометра ее со скоростью обычного шага вели три человека двое поддерживали с боков один толкал сзади и еще один тип дорог появившихся в военные годы не от хорошей жизни это самотечные дороги которые прокладывались в гористой и холмистой местности путь на них собирался из диковельных или круглолежневых звеньев а движение состава вагонеток с лесом происходило от верхней точки к нижней под действием силы тяжести параллельно грузовому пути был проложен возвратный и состав груженных вагонеток соединенный тросом с разгруженным спускаясь подтягивал его на площадку погрузки особого распространения эта схема не получила но некоторое количество самотечных дорог было построено и успешно работало до конца войны вместо лошадей поголовье которых в леспромхозах с началом войны сократилось там где было возможно стали использовать валов и даже быков они были тихоходней лошадей не могли работать на вязких и скользких грунтах по льду и глубокому снегу во время дождей но все равно это было лучше чем ничего и кроме ерма для этого тягла даже разработали свой тип упряжи с холочной лямкой но в то же время несмотря на все тяготы и лишения военные годы были временем не только упрощением всего и вся да первые два военные года мысли конструкторов были заняты лишь тем как переломить ход войны но потом перед инженерами встал вопрос а что будет после победы для восстановления разрушенного хозяйства нужны будут новые машины новое оборудование и прерванные войной мирные проекты в конструкторских бюро возобновились с новой силой именно в годы войны была создана электропила ВАКОП с которой по сути и началась по-настоящему массовая механизация валки леса ВАКОП была результатом работы коллектива сотрудников ЦНИМ Вильке Александрова Коусмана Осипова Плюснина и Пациоры по первым буквам фамилии которых была названа она осталась двуручной но весила в зависимости от исполнения от 17 до 20 килограммов против 35-38 килограммов удвоенных пил работать пилой ВАКОП было намного легче и она массово выпускалась в первые послевоенные годы еще одну электропилу сконструировал во время войны сотрудник Архангельского лесотехнического института Харламов она весила от 12 до 15 килограммов в зависимости от исполнения и работать с ней мог один человек эта пила также выпускалась после войны серийно но правда не в таких количествах как ВАКОП для обеспечения электропил энергии ЦНИМЭ в 44-м году разрабатывает проект самоходной электростанции собиралась она уже из освоенных в производстве узлов гусеничного хода самоходки Су-76 двигателя коробки передачи заднего моста ГАЗ-АА газогенератора ГАЗ-42 и электрогенератора СГ-13-4 К началу 45-го года ЦКБ Нарком леса закончила разработку трелевочного трактора на базе ХТЗ-Т2Г Стандартный сельскохозяйственный трактор для работы в лесу не подходил Его главными недостатками были слабая ходовая часть отсутствие зимних шпор ненадежное мофтосцепление и малый клиренс У трактора ЦКБ увеличили клиренс до 50 мм удлинили на 18 см раму усилили звенья и пальцы гусениц одновременно увеличив их ширину до полуметра поставили коробку передач с пониженной первой передачей буфер и однобрабанную лебедку В таком виде проект трелевочника реализован не был но работы над ним дали ценный опыт при создании первого советского трелевочного трактора КТ-12 о котором речь будет в следующей серии Ближе к концу войны отдельными умельцами на местах предпринимались и попытки постройки мотовозов для лежневых и диковельных дорог Хотя конструкции эти относятся скорее к разряду технических курьезов рассказать о них я думаю имеет смысл Мотовозы марки В предназначались для работы на круглолежневых дорогах а в их конструкции широко использовались узлы и агрегаты грузовика ЗИС-21 Мотовоз В-1 был четырехосным все колеса сцепные собраны в две двухосные тележки а привод осуществлялся от коробки передач однорядными цепями Мотовоз В-2 имел более легкую конструкцию фактически это был ЗИС-21 поставленный на две оси с двухреборными колесами а цепной привод был от заднего моста грузовика только к задней оси и наконец Мотовоз В-3 усиленная и улучшенная версия В-2 на нем под задний мост автомобиля ЗИС-21 подведена специальная двухосная тележка а рессоры и лонжероны рамы грузовика сохранены без изменений сложно сказать сколько мотовозов серии В-2 было построено но популярностью они пользовались вряд ли еще одна конструкция мотовоз Евенгского леспромхоза в 44 году в Евенгском леспромхозе Треста Вологда лес инженер Голубев собралась детали мотовоза для однорельсовых дорог мотовоз собственной конструкции В его центральной части располагались кабина с двигателем и коробкой передач ЗИС-21 А которые через рессоры опирались на двухосную тележку От коробки передач через реверс цепью приводилась одна сцепная ось а от нее тоже цепью приводилась вторая Кроме того спереди и сзади на раме были установлены дополнительные поддерживающие оси При общем весе 3,5 тонны этот мотовоз имел сцепной вес 2,5 а нагрузка на рейс у него не превышала 25 кубометров и работал этот мотовоз в основном на коротких усах для вытягивания груженных вагонеток на основную магистраль Ну и наконец в 45-46 года главный инженер Леспромтреста Гольдберг изготовил несколько легких мотовозов Конструктивно это был ГАЗ-42 почти целиком вместе с кабиной поставленной на раму с двумя железнодорожными осями На первых экземплярах движение от коробки реверса передавалось цепью на заднюю ось на последующих заднюю ось тоже цепью соединили с передней Сцепной вес этих мотовозов был около 2 тонн Рейсовая нагрузка 20 кубометров но симпатии на производстве они тоже не завоевали Ну вот рассказ об рейсов мотовозах был скорее из области курьезов а сейчас будет приятная неожиданность Во всяком случае для меня полной неожиданностью стала информация об использовании на лесозаготовках полугусеничных автомобилей ЗИС-42 Они создавались как артиллерийские тягачи и даже в специальных автомобильных справочниках тех лет практически не упоминаются И вдруг в журнале лесная промышленность номер 5-6 за 45-й год в статье обстрелевочная вывозка автомашинами непосредственно с пасеки на нижние склады черным по белому напечатаны В 44-м году нарком лес Карелло-Финской ССР получил автомобили ЗИС-42 на гусеничном ходу Желая испытать их на лесовывозке непосредственно с пасеки без всякой предварительной трилевки древесины к трассе или на склады мы выбрали лесные участки где не было никаких дорог Для первого рейса по снегу на передние колеса надевались лыжи в последующие рейсы с грузом и порожняком машины шли без лыж Всего за первый квартал на автомашинах ЗИС-42 вывезено 13500 кубометров древесины Ну и дальше подробно рассказано что из-за отсутствия прицепах древесину возили только в кузовах со средней нагрузкой от 6 до 8 кубов за рейс и попробовали работу машин с тракторными санями с колеей 1950 миллиметров и с нагрузкой в кузове 6 кубов и на санях 10 машина легко трогалась с места и шла по снежной дороге жердевому настилу непокрытому снегом на третьей и на четвертой передачах Ну и в дальнейшем пришли к выводу что в следующий сезон для машин уже сделают сани и будут эксплуатировать уже как автопоезда И второй сюрприз меня ждал в руководстве для мастера электрифицированной заготовки леса Оказывается на ЗИС-42 существовала самоходная электростанция СЕ-ЗИС-42 мощностью 15 киловатт Генератор приводился от собственного двигателя ГАЗ-МК а все оборудование было размещено в кузове фургоне Судя по тому что станция имела свой индекс это был не единичный экземпляр а как минимум небольшая серия изготовленная в мастерских допустим того же леса Судмашстроя а возможно в той же самой Карелии на базе вернувшихся с фронта грузовиков вот так вот неплохо наследили на лесозаготовках эти до мозга костей военные вездеходы вот еще бы фотографии где найти и счастью моему не было бы границ вот на этой оптимистичной ноте я и хочу закончить эту серию посвященную третьей пятилетке и военному периоду благодарю вас всех за внимание особенно тех кто досмотрел этот ролик до конца ставьте лайки если вам понравилось подписывайтесь на канал чтобы не пропустить обновления в следующий раз поговорим о четвертой пятилетке это первая послевоенная пятилетка 46 50 годы первые отечественные трилевочные тракторы первые полноприводные грузовики на лесозаготовках ну и много другой очень интересной техники а я Леонид Кузнецов на этом с вами прощаюсь до новых встреч на канале авто и не только ру всем пока до новых встреч Продолжение следует...